Воскресенье 9 сентября состоятся досрочные выборы губернатора Алтайского края. На пост главы региона, напомню, претендует 4 человека. Это временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании края Владимир Семенов, представитель партии РОСТ Андрей Крылов, а также Людмила Суслова, депутат законодательного собрания края, выдвиженец от «Справедливой России». Готовы ли к выборам избирательные участки края? Можно ли проголосовать, если нет возможности прийти на них? Каковы прогнозы относительно явки? Мы сегодня спросим у председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой. Здравствуйте, Ирина Леонидовна. Эксперты предупреждают, что явка избирателей на выборы, которые проходят практически в середине сентября, будет не очень высокой, потому что сейчас как раз сбор урожая. Ну и плюс россияне настроены не очень оптимистично из-за пенсионной реформы. Что предпринимает избирком Алтайского края, чтобы как можно большее количество избирателей пришли на участки? Безусловно, для того, чтобы избиратель и полностью владел информацией о выборах, и знал формы реализации избирательного права, и все гарантии для реализации избирательных прав лиц инвалидов, находящихся в сложных жизненных ситуациях, в местах временного пребывания. Вот это все то, что мы на сегодняшний день особо реализуем, дабы создать день голосования доступный, понятный для любого нашего жителя. Ну, чтобы узнать, пойдут ли жители края на выборы, представители участковых избирательных комиссий в том числе совершают обходы по домам. Я знаю, ко мне тоже приходили многие люди, просто игнорируют, даже дверь не открывают. Но вот стоит ли вообще использовать подобную практику, если она не работает? Ну, знаете, на самом деле, практика так называемого индивидуального адресного информирования, которое мы используем в том числе и в этом году, она вообще известна избирательным комиссиям Алтайского края очень-очень давно. Ну, да, но все реже открывают и все реже приглашают. Ну, это другой вопрос, это другой вопрос. И, безусловно, члены участковых избирательных комиссий, ну, никогда не посягнут на проведение каких-то мероприятий без согласия самого избирателя, владельца того или иного помещения, да, а уж тем более нарушая как-то неприкосновенность жилища как такового. Вот как раз наоборот, мы очень часто слышим некоторые замечания в наш адрес, когда не пришли, когда не принесли лично приглашение, например, да, потому что, конечно, работа участковой избирательной комиссии, она заключается не только в том, чтобы организовать день голосования. Избирательный участок – это определенная территория, на которой проживает определенное количество избирателей. Это вот такая территория, которая может быть объединена и едиными проблемами, или где проживают компактно люди, у которых есть определенные сложности, в том числе, например, в мобильности, например, лица незрячие или другие маломобильные группы. Поэтому сегодня работа участковой избирательной комиссии не только сугубо в выдаче избирательной бюллетени, а для того, чтобы обеспечить избирательные права всех наших жителей, мы должны понимать и видеть потребности для организации голосования. Поэтому как раз вот в этом году мы услышали больше благодарности и таких хороших откликов о том, что и много информации было предоставлено избирателям, и, конечно, личное внимание, которое было оказано тому или иному избирателю. Конечно, нам бы все-таки хотелось, чтобы и территория, соответствующая участке населения, и знала свою участковую избирательную комиссию, выразила предложение о том, как лучше организовать процесс голосования здесь. Что еще мы пока не предусмотрели, не досмотрели? Ну, может быть, будут активнее когда-нибудь, а не закрывать двери перед теми, кто приходит. Нет. Буквально за 7 минут, наверное, до вашего прихода, я не совру, позвонил у меня мобильный телефон и спросил у меня голос, робот, я так понимаю, пойду ли я на выборы. И вот барнаульцы со вчерашнего дня буквально атакуют такие агитационные звонки. И после того, как спрашивают, пойдете ли вы на выборы, дальше уже начинается какая-то агитационная работа за определенного кандидата. Правомерные ли подобные звонки? Ну, вот хочу сказать, что сегодня, да, и мне стало известно из бесед с журналистами, средств массовой информации, стали поступать звонки и на нашу горячую линию о обзвоне, о проведении опроса. Я сама лично, конечно, не была предметом опроса, да, мне такие звонки не поступали, но, вы знаете, сейчас избирательная комиссия Алтайского края, мы, так скажем, поскольку звонки такие участились, мы проведем проверку по этому факту. Потому что, на самом деле, само по себе проведение опросов через сотовые телефоны, в том числе через операторов мобильной связи, оно возможно, мы получаем с вами иногда те или иные сообщения, в том числе коммерческого плана и так далее. Ну, вот в данном случае нам нужно уяснить, а кто и, ну, так скажем, на каких правовых основаниях проводится ответствующий опрос. Ко всем ли избирательным участкам на территории Алтайского края будет легко подъехать, подойти, потому что, ну, я понимаю, президентские выборы были зимой, но передо мной буквально девушка упала на ступеньках, когда шла к избирательному участку. Сейчас не зима и все-таки. Вот вы очень хорошую проблему поднимаете, на самом деле. Я надеюсь, что сегодня, да, я могу сказать да ко всем. Ну, во-первых, потому что сентябрь на дворе, нет такой гололедицы, снега и так далее. Но второе, наверное, уверенность не придает и та работа, которая была проведена за последнее время во взаимодействии с органами местного самоуправления, прежде всего, конечно, по доступности избирательного участка. Как подойти, чтобы не перешагивать через лужу, да, спокойно подняться по ступенькам. Так и по доступности, например, для маломобильного и крупного населения. Потому что дееспособный, здоровый избиратель, ему легко подняться и на второй, и на третий этаж, может быть, да. А сегодня мы очень рады, что так активно принимают участие в выборах лица с ограниченными физическими возможностями. Это возможность и выйти в социум. И вот было бы очень печально, если бы участие в выборах обречено именно таким вопросом. В этом году мы даже отдельно рассматриваем вопрос участия волонтеров в обеспечении доступности помещений для голосования. Конечно, потому что иногда даже и наличие технических устройств, панусов тоже не решает проблему. Нужна элементарная сила, физическая помощь для того, чтобы добраться. Ну, наверное, многие смогут добраться, и волонтеры им помогут. А есть, конечно же, те, кто не сможет добраться до участков. Где и как они смогут проголосовать? Вы должны знать. Ну, вдруг кто-то еще не читает об этом, конечно. Если о голосовании вне помещения, то, конечно, здесь также сохраняется тот же режим, который действует обычно на выборах. Лица, которые по состоянию здоровья, либо имеющие инвалидность, не могут прибыть 9 сентября на избирательную участки. Могут обратиться в участковую избирательную комиссию. Устно, письменно, по телефону, лично, с помощью близких родственников, работников социальных служб, друзей и так далее, любой вариант. Это обращение можно сделать до дня голосования, до 14.00. Оно будет рассмотрено, и в этом случае к нему прибудут члены участковой избирательной комиссии под наблюдателем. В сопровождении наблюдателей, которые выразят желание посидеть этот избирательный участок, и такой избиратель проголосует вне помещения. Также мы сейчас ведем очень активную работу во взаимодействии с различными структурами, где прибывают лица, находящиеся, так скажем, в особых условиях. Следственный изолятор, изолятор временного содержания. И даже ограничение в передвижении, оно не должно влиять на то, что избиратель может и должен реализовать свое конституционное избирательное право. Ну, следить за ходом выборов в этом году будут, кроме наблюдателей от партии, еще общественные наблюдатели. Вот в чем их задача? Мы вообще рассматриваем корпус наблюдателей как наших основных партнеров, наших союзников. И надеемся, что этот институт позволит сделать выборы на территории Алтайского края прозрачными во всех смыслах этого слова. Ну, давайте все-таки еще раз напомним тем, кто может быть, по какой-то причине не знает, со скольки до скольки можно будет прийти проголосовать. Избирательные участки на территории Алтайского края для голосования открывают свои двери с 8.00 утра по местному времени. Голосование завершается в 20.00 по местному времени. Ну, если бы пришел уже в 20.01, то... Ну, очень редко уже все-таки наши избиратели знают об этом. Те избиратели, которые по состоянию на 20.00 будут находиться в помещении для голосования, им будет обеспечена эта процедура. Я надеюсь, что в течение воскресенья 9 сентября каждый житель Алтайского края, наш активный избиратель, сможет найти несколько минут для того, чтобы посетить свой избирательный участок и принять участие в едином дне голосования. Спасибо, Ирина Леонидовна. Спасибо вам. А я напомню, что о досрочных выборах губернатора Алтайского края мы сегодня говорили с председателем избирательной комиссии Алтайского края Ириной Акимовой. Субтитры создавал DimaTorzok